Екатеринбуржцы сыты по горло японской кухни. Новый случай массового отравления. В больницу с кишечной инфекцией попали 18 человек, в том числе ребенок. Все они отведали роллов в одном из кафе. Санитарные врачи тут же начали расследование и не удивились, почему клиента схватили за живот. Репортаж Ирины Шудько. От японской кухни Юрия уже тошнит. Причем в прямом смысле слова. В больницу он попал на выходных, съев роллы в одном из городских ресторанов. Мужчине их привезла служба доставки. Сейчас ему лучше, но до полного выздоровления придется полежать в больнице еще неделю. Температуру уже сбили. Более в животе еще остаются. У остальных людей кто лучше, кто похоже, но как бы чтобы все были радостны и довольны, такого нет. Теперь все равно еще люди мучаются. Все соседи Юрия по палате на прошлой неделе тоже ели роллы в том ресторане. Всего же после японского обеда в больницу обратилось 18 человек. Среди них подросток и беременная женщина. У всех жалобы на высокую температуру, боли в животе, тошноту и диарею. На текущий момент 14 человек у нас госпитализировано. Состояние их удовлетворительное. Им проводится соответствующее лечение. Только у двух первых поступивших к нам сегодня получены результаты бактериологического исследования, которое выявила диагноз сальмонеллеза. Результаты анализов остальных пациентов будут готовы к завтрашнему дню. Сегодня ресторан, как и служба доставки, не работает. Санитарные врачи проводят расследования и ищут источник инфекции. В кафе уже нашли множество нарушений. Сырые готовые блюда лежали на одном столе. На кухне нашли даже просроченные продукты. Проверку организовали и в самой сети. Это уже не первый случай отравления роллами в Екатеринбурге. Около года назад из-за блюд в больницу попали 12 горожан, в том числе и один ребенок. Тогда производитель даже смог использовать ЧП в свою пользу, развернув на этом целую рекламную кампанию. Как поступят с новым нарушителем, пока неизвестно. В ближайшее время суд примет решение о приостановлении деятельности заведения. Ирина Шутько, Новости 41 канала.